Несколько раз в неделю после уроков игры на фортепиано, которые она давала детям, Любочка бежала в кинотеатр «Унион», где подрабатывала тапёром, сопровождала своей игрой на пианино немые фильмы. Эта механическая работа не доставляла ей удовольствия. Экранные страсти казались фальшивыми, жеманные актёры вызывали раздражение. Ни зрители в зале, ни она сама не могли предположить, что вскоре ей предстояло оказаться по ту сторону экрана и стать не просто главной, а единственной на многие годы звездой советского кино. Как вы поживаете на армию? Я из пушки в небо уйду! Диги-ди-ди-ди-ди-ди! Я из пушки в небо уйду! В небо! Она была первой нестареющей актрисой в истории 20 века. Любовь Орлова была такая более западной, не звездой. Замечательная, красивая девушка. Вот этими вот глазами и ресницами бархатными, что она когда моргала, все это замирало сердце. Что не хотелось, что смелость пробивает. Спустя десятилетия после своего горного успеха, она продолжает тревожить умы. Люди нового поколения посвящают ей книги, фильмы и песни. Сквозь то, что ты видишь на экране, ты видишь время. Любовь Орлова Божья, какая грусть. В комедиях твоих я не смеюсь, я плачу. Это была дива. Причем не просто такая она пафосная, это энергия, это вихрь. Просто такой вечный двигатель в этой женщине. У нее не было ничего общего с ее простоватыми, наивными экранными героинями. Но тем, кто много лет пытается разгадать ее личные тайны, Орлова оставила немного подсказок. Ведь лучшая роль, которую она играла на протяжении всей своей жизни, была роль самой Любови Орловой. Орлова играет эту роль. Орлова, Орлова играет эту роль. Орлова, Орлова играет эту роль. В 1974 году произошел прогнозируемый и ожидаемый конфуз. В Москве для узкого круга кинематографистов состоялась премьера фильма Григория Александрова «Скворец и Лира» с 72-летней Любовью Орловой в главной роли. Извините, я, кажется, не туда попал. На Мосфильме, где Александров снимает «Скворец и Лира», тут же прикрепляют название ужасное. Фильм называют «Склероз и климакс». Столичный бомонд потешался над попытками постаревшей звезды скрыть возраст. По сюжету героиня была втрое моложе актрисы. Да, дорогая тетя. В дом кино была премьера. Хихикали, хахакали. Едва закончившего в те годы в ГИК начинающего драматурга Виктора Мережка, Григорий Александров пытался привлечь к работе над фильмом. Сценарий был заведомо провальным, и режиссер просил его переписать. Пришла Любовь Петровна, по-моему, кистья была у нее на личике, черные перчатки, а вся такая была в темном тоже. Здрасте, здрасте. И я ей пожал руку. Она говорит, ну, что вы скажете? Я говорю, ну, в общем-то, я, наверное, у меня не хватит сил, я сказал, чтобы это исправить. Она говорит, ну, вы считаете, что я стара? Я говорю, нет, ну, женщина всегда молода. Но, ну, короче, я отказался. Отговорить Орлову от этой роли так и не удалось. Гордость советского кино, дива, суперзвезда, ей никто не решался сказать правду. Да она и не хотела ее знать. Она верила в чудесную силу кино и собственного мужа киноволшебника. Конечно, правда. Они поженились в январе 1934 года. Это событие тогда не взволновало никого, кроме близких. Широкая публика их не знала. Слава придет к Орловой и Александрову лишь в конце этого 1934 года, когда на экраны страны выйдет комедия, перевернувшая историю отечественного кино. Ее божественный голос. Это удивительно, как звучит ее голос. Вы знаете, это большое счастье, на самом деле, для артиста, когда ты понимаешь, что ты принял участие в каком-то таком художественном произведении, которое прошло через время. Успех, который свалился на Орлову, был сокрушительным. К этому невозможно было быть готовой. Да и привыкнуть к нему за всю жизнь она так и не смогла. Когда она подъезжала к дому, она иногда была вынуждена лечь на дно машины, чтобы ее не было видно, потому что уже стояла у подъезда огромная толпа. Наряды и прически, как у Орловой. Песни, которые она пела, ее манера говорить и смотреть, подражать ей стало модно. Перед премьерой следующей комедии «Цирк», которая состоялась через два года, изображение Орловой в образе Марион Диксон было установлено на колокольне Страстного монастыря, одном из самых высоких по тем временам сооружений в центре города. Повсюду, от коммунальных кухонь до профессорских дач, от фабричных цехов до театральных гримерок, Орлову обсуждали. Потихоньку пересказывали, что перед женитьбой с Александровым она чуть не выскочила замуж за сына самого Владимира Ивановича Немировича Данченко. Да и что сам великий старик был настолько ей очарован, что дал Орловой место в своем театре. Полголоса сообщали, что ее любовником был коммерсант, немец Франц Крюк, у которого она регулярно оставалась на ночь в гостинице «Националь», а переходя на шепот делились, что ее мужа, заместителя наркома земледелия, упекли в сталинские лагеря. И все это была правда. Вопрос лишь в деталях. Замуж Орлова вышла в 24 года. Андрей Берзин занимался финансированием всей системы землеустройства в СССР. Он содержал не только Любочку, но и всю ее родню. Берзин занимал очень высокий пост, и он взял жену с таким вот приданым, с ее родителями и еще с племянницей, с моей мамой маленькой. До ареста они прожили 4 года. Его обвинили по сфабрикованному делу в участии в вымышленной антисоветской организации. Еще до неминуемого ареста он уговорил Любочку дать ему развод, тем самым уберег ее от лишних проблем и обязательств. В лагерях он проведет почти 15 лет. Вообще наша семья, я не могла этого знать, но я слышала рассказы, говорили об Андрея Берзине самым восхищенным образом. Был и роман с немецким коммерсантом. Через пару лет после ареста мужа. Некоторые биографы называют его австрийцем. Адвокат Александр Добровинский, который выкупил часть архива Александрова-Орловой, утверждает, что в бумагах звездной пары есть подтверждение того, что Франц Крюк все же был немцем. Возможно, занимался не только коммерцией. Так что этот роман Орлова, очевидно, обладавшая хорошей интуицией, закончила вовремя. Все были шпионы в то время. Потом он как бы подозревается в шпионаже, довольно быстро уезжает из Советского Союза. Но что правда, что его следы находятся все-таки в нацистской Германии. И он совершенно не скрывает своей привязанности в дальнейшем. И он член партии и так далее. Примерно в это же время Владимир Иванович Немирович Данченко, знаменитый соратник Станиславского, пригласил Орлову в свой музыкальный театр, потому что был совершенно сражен ее обаянием. Там, в театре, в нее влюбился сын Владимира Ивановича, Михаил Владимирович. Он был в нее влюблен, а не влюбиться в такую замечательную, красивую, талантливую женщину, это было, наверное, трудно. Дело шло к свадьбе, но небеса распорядились иначе. Немирович Данченко-младший полюбил другую солистку театра и женился на ней. Много лет они были соседями с Орловой и Александровым и сохраняли теплые отношения. Вот квартира, в которой и жили Григорий Александров и Любовь Орлова. Правда, внешний вид совершенно другой, новая современная металлическая дверь, но, тем не менее, это было здесь. Мы зашли слишком высоко. Да, слишком. И вот те ступеньки, по которым Любовь Петровна сбегала. Именно сбегала, а не сходила. Вместе со своей ведущей ее собакой, если так сказать. И это вот было вот так вот, в полупребрыжку. Я много раз видел это. В начале 30-х артистку-кардебалета Орлову вводят в спектакль «Перекола» на главную роль. Именно в «Переколе» впервые и увидел будущую жену Григорий Александров. Восемнадцатилетний провинциал вместе со своим другом, тоже будущим режиссером Иваном Пырьевым, приехал в Москву из Екатеринбурга и к 30 годам сделал неплохую карьеру. Был соавтором Изинштейна и снимался у него как актер. Вместе с ним и оператором Эдуардом Тесе три года провел в Америке и Европе, где они набирались опыта для работы в звуковом кино. Там подружился с Чарли Чаплином, Гретой Гарба, Марлен Дитрех и даже сына, родившегося в краткосрочном браке, назвал Дугласом в честь американского актера Дугласа Фербингса. Григорий Александрович – красавец. По любым канонам, если может быть плейбой, под два метра рост, хорошо сложен, веселый. И элита. Понимаете, он правая рука Изинштейна. В 1933 году на даче писателя Горького Александров встречался со Сталином. И тот предложил ему снять музыкальную комедию, чтобы была не хуже, чем в Голливуде. Тогда-то Александров в поисках актрисы на главную роль в своем фильме приходит в театр посмотреть Орлову. Орлова понимает, что это ее шанс. Если Александров делает музыкальную комедию и дает ей главную роль, завоевать себе вот такое место под советским солнцем может быть второго случая не быть. Ей за 30. За плечами горечь разочарований и не слишком ясные перспективы в профессии. Трезвомыслящие Орловы это держит в голове, когда они с Александровым начинают все больше сближаться. Но там был какой-то союз и деловой, и профессиональный, и семейный. Этот союз оказался сколь быстрым, столь и крепким. Каждый был умудрен собственным опытом и одержим жаждой творчества. Они поженились практически на съемочной площадке. Вот Александров заменяет ей быка в знаменитой сцене. Когда Утесову представили партнершу, 33-летнюю Орлову, которая должна была сыграть 18-летнюю девушку, он, говорят, за глаза назвал ее «Старый калошей». Но Александров в Америке научился многому. Свет на Орлову выставляли часами. И чудо случилось. В цирке она выглядела моложе, чем в «Веселых ребятах», а в «Волге-Волге» моложе, чем в цирке. Словно время для нее летело вспять. Не вижу, Дуни. Смотри внимательней. Где же она? Здесь. Выйдя замуж за Александрова, Орлова получила не только славу, которой до нее не знала ни одна русская и советская актриса. Она получила статус. Для них с мужем открыты все границы. Европа, Америка. Они бывают всюду. Для нас Париж, это была еще тогда, не знаю, сказка. А мы спрашивали, Любовь, ну расскажите нам на Париж. Она что-то сказала. Париж? Ну что вам сказать? Я не там перешла улицу. Ко мне подошел полицейский. Подошел, сделал мне замечание так, что я поняла, что я самая прекрасная, самая красивая, самая замечательная женщина в мире. Вот это Париж. Волею случая моя семья была переплетена с судьбою Любовь Петровна Орловой. Долгие годы Любовь Петровна была ведущей актрисой театра имени Моссовета, где главным художником был мой отец Александр Павлович Васильев. Когда я ходил ребенку в театр мимо совета, я встречался с Любовь Петровной. Однажды она пригласила моих родителей к себе на дачу во Внуково. И мама мне говорила, что она была совершенно поражена. Поражена тем, что Внуковская дача по ее представлению была таким американским, голливудским уголком. Все предметы мебели, занавески были сделаны из какого-то цветного ситчика, и мебель была покрыта в цветочных букетах чехлами. Таких чехлов никто не заводил. Это казалось очень расточительно. Надо же, столько денег потратили просто на украшения. Этот дом в подмосковном Внуково они строят вдохновленные виллой Чарли Чаплина. Размах, конечно, не тот, но есть камин, почти как у него. И еще танцевальная веранда. Правда, никто и никогда не припомнил, чтобы там были танцы. Она жила очень замкнутой и не любила людей у себя в доме. Им хватало друг друга вполне. И им не хотелось свое время тратить еще на кого-то. Здесь любовь Орлова могла себе позволить быть самой собой. За глухим забором она прятала от посторонних глаз свои обиды, свои страхи и свою боль. Все остальное время ей приходилось позировать, улыбаться и исполнять роль сначала звезды, а потом живой легенды. И Александров был ей в этом первым помощником, с азартом режиссируя не только комедии с участием жены, но и явления Орловой в свет. Достаточно посмотреть на эти якобы документальные кадры из жизни артистки Любови Орловой, чтобы увидеть опытную руку режиссера и чтобы понять, что настоящий Орловый зрителю никогда не предъявляли. О ней вообще много никто не расскажет. Она была очень закрытым человеком. Она ни с кем не дружила, никогда нельзя было ее видеть с кем-то о чем-то говорящим, что-то обсуждающим. Уж очень другая жизнь из-за нее была. Вот так. Вот так я скажу. В жизни она была профессором Никитина. Что вы хотите? Здравствуйте, товарищ Никитин. Здравствуйте. Вы от кого? Я Артельско-Шатрова. Простите, я не могу, я занята. Молчаливая, строгая, подтянутая. Это был очень трезвомыслящий, очень четкий человек. Давайте. Вера Георгиевна, вы, по-моему, не совсем понимаете, что такое любовь. Любила ли Орлова Александрова? Об этом ведутся горячие споры и по сей день. Я думаю, что это была настоящая пара на показ. Приверженцы версии о том, что этот союз был больше деловым, чем семейным, как правило, пересказывают слухи, которые были в ходу в первой половине прошлого века. Конечно, были какие-то чувства, безусловно. Однако, женщина-то все-таки умная и в Москве судачат о взаимоотношении Хейзенштейна и Александровой. Деться от этого никуда. Она точно совершенно знает об этом. Тема Хейзенштейн и Александров навсегда закрывается. Я не вполне уверен, что Александров вообще интересовался женским полом. Я думаю, что Любовь Петровна была глубоко несчастной женщиной. Отношения с Григорьевым и Александровым есть. Это, безусловно, отношения между мужчиной и женщиной. С другой стороны, спальни разные и отсутствие детей и так далее. Но как быть с теми, кто знал Орлову и Александрова близко? Кто видел их отношения на расстоянии вытянутой руки? Неужели актриса и режиссер могли так искусно обвести вокруг пальца окружающих их людей? Потоки лжи и почему-то недобрые в адрес этой изумительной пары? Драматург Нона Голикова внучатая племянница Любови Орловой. Ее бабушка была родной сестрой актрисы. Чтобы реже расставаться с родней, Орловой удалось выхлопотать участок для сестры в нескольких метрах от собственного дома. Внучатая племянница чаще других бывала в доме Орловой и Александрова. Она хранит не только детские, но и зрелые воспоминания об этих людях. Когда Орловой не стало, Ноне Голиковой было 35 лет. Они боготворили друг друга буквально. Такой красоты отношений я за всю свою жизнь не видела. Мы видели необыкновенное почитание любовь мужчины к женщине, прелестной женщине, которая тоже все время говорила мой Александров, мой Александров. Говорил всегда Григорий Васильевич. Он был невероятно блистательный рассказчик. А Любочка, как мы ее все называли, она молчаливо и разделяла все, что он говорил. Она приковывала к себе внимание, как бы она не опускала глаза, как бы она не молчала и не пряталась в угол, она все равно всегда необъяснимо притягивала к себе внимание. Они были всегда новы, они жили в гостиницах в разных номерах, когда мы ездили на гастроли, но они были совершенно невероятные, ну, как бы сказать, почтительностью, любовью, и кроме вот этой линии никаких других, даю вам слово, не было. Они действительно с первого дня знакомства называли друг друга только на вы. И всю жизнь, расставаясь даже на несколько часов, писали друг другу записки. Дорогой Гришенька, вам необходимо отдохнуть. Вы устали, и дальше так нельзя. Вы знаете, что я умею предвидеть и любить вас, и охранять. Будьте послушны, бросьте все и делайте, как я говорю. Целую, обожаю, люблю. Ваша Любочка. Приписка. Спасибо за записочку и духи. Я зашла навестить, она вдруг погрозила пальцем в сторону Гришиного кабинета, говорит, она разбирала какую-то свою шкатулку, говорит, я храню каждую записку Гриши, а он, наверное, моей нет, и погрозила пальцем в сторону. Я была так удивлена, мне казалось, что такая ясность отношений, а все-таки там какие-то страсти таились. Орлова беспокоилась напрасно. Александров не выбросил ни одну записку, которую она написала ему, а их за 40 лет накопилось сотня. И почти в каждой она писала ему люблю, и в каждой только на вы. Дорогой Гришенька, поздравляю с окончанием. Напишите записочку, как будет дальше сегодня. Обнимаю, волнуюсь, Ваша Элл. В Оренских семьях на ты были только с прислугой. Даже с детьми, дети с родителями, супруги между собой были на вы. Это естественно, они сохранили эту привычку. Парадокс. Но для того, чтобы звезда советского экрана могла не отказываться от своих привычек, ей пришлось отказаться от своего высокого происхождения. пианина. 16 января 1902 года по старому стилю в Звенигороде в семье Петра Федоровича Орлова и Евгении Николаевны, урожденной сухотиной, родилась вторая дочка, которую назвали Любой. Петр Федорович служил по военному ведомству, был награжден царскими орденами и медалями. Матушка Евгения Николаевна была дочерью князя Сухотина. У нее было 12 братьев и сестер. Брат отца, Михаил Александрович, был женат на старшей дочери писателя Льва Николаевича Толстого, Татьяне Львовне. Вот откуда появилась у шестилетней Любочки книжка «Кавказский пленник» с дарственной надписью Любочка, всегда мечтавшая стать артисткой, рано стала зарабатывать. Семья после революции с трудом сводила концы с концами. И чтобы получать платные уроки хореографии и артистического мастерства, ей приходилось колесить по Москве к ученикам, которых она обучала музыке, а по вечерам музицировать в кинотеатре. На всякий случай она обрезала фото отца, чтобы никто не увидел царских наград, а в документах матери замазала черной краской дворянский титул. Все привычки семьи сформировались до революции. Когда Любочка с Александровым поселились в квартире на Тверской, одну комнату они выделили маме и завели помощницу по хозяйству. Княгиня Сухотина быстро вернула старые привычки и стала испытывать настоящую классовую неприязнь к прислуге, о чем сообщала так часто, что Орлова и Александров, дабы отдохнуть, иногда уезжали ночевать в гостиницу «Метрополь». Так символом советской эпохи, ее фасадом, лицом, стала потомственная дворянка. Тот образ, который мы все знаем, такой солнечный, лучезарный. И меня всегда волновало не это, а то, в какое время создавался этот образ, как он контрастировал со временем и, может быть, наоборот, помогал этому времени, помогал людям, живущим в то время, выжить. Пенгальские огни среди кромешной тьмы Огни твоих ролей средь сталинской зимы Любовь Орлова, боже мой, какая грусть Самый устойчивый из мифов об Орловой – это ее роман со Сталином. Несколько лет назад мошенники даже выпустили дневник Орловой, в котором описаны ее любовные похождения с диктатором. Вся эта книга – вымысел. Орлова не вела дневники, и романа тоже не было. Такая же выдумка – телефон-вертушка в ее доме для прямой связи с вождем. Орлова видела Сталина лишь однажды, во время торжественного приема по случаю награждения деятелей искусства высокими наградами. Вот этот беспардонный, безответственный сериал, который был, развернул это в целый роман. А зачем? Если раз этого не было. На самом деле были вот эти 15 минут один раз в жизни. Ту единственную встречу Орлова использовала для того, чтобы спросить о бывшем муже. После одобрения Сталина в КГБ ей удалось узнать, что Андрей жив. Но на свободу его выпустили лишь в конце 40-х. Поселиться в Москве Берзину не разрешили. К бывшей жене он заехал на несколько часов проститься. Он пришел к ней. О чем они говорили несколько часов подряд, не знает никто. В записи у Александрова, в общем, есть. Они заперлись и говорили. Что они там делали, говорили или не говорили, нам неизвестно. Но после этого он попрощался с ней, поблагодарил еще раз в коридоре и уехал. Через какое-то время он скончался. Как и было заведено в их не совсем обычной семье, вопросов Александров не задавал. Но очевидно, что фигура бывшего мужа Орловой не давала ему покоя долгие годы. В дневнике режиссера есть такая запись. Ее первого мужа, Андрея Берзина, чуть ли не штыками вынимали из супружеской кровати чекисты. Эта травма осталась у нее навсегда. Она физически не засыпала с другим человеком. Она должна была спать одна. Наверное, в ту короткую встречу она рассказала бывшему мужу о том, что встречалась со Сталином. И, наверное, извинилась за то, что так и не смогла помочь. На многих фотографиях и кадрах хроники Орлова в орденах. Не будем забывать, что она исправно играла свою роль. Но наедине с собой была напугана не меньше, чем остальные. Ну да, она была его любимой актрисой. Я думаю, что еще и поэтому Любовь Петровна такой замкнутый образ жизни вела. Она никогда не ходила на все эти приемы, вот кроме когда было официальное награждение. А были же еще просто праздники. Она туда никогда не ходила. Она откровенно его боялась. Конечно, как и все. Конечно, Орлова и Александров полностью зависели от благосклонности первого лица в государстве. Но кроме явных пропагандистских реверансов, были в их биографии и поступки, идущие от самого сердца. В годы войны Любовь Орлова объехала с концертами множество фронтов. И рядом всегда был Александров, часто с кинокамерой. Уже после войны она с концертами и сколесит весь Советский Союз. Орлова одна из первых начала собирать стадионы. Она получала сумасшедшие по тем временам гонорары от концертов. Иногда выступала и с так называемыми шефскими концертами в заводских цехах и на фабриках. Музыка. Музыка. Государство заслуги звездной пары щедро вознаграждало. Два раза за 10 лет они получили сталинскую премию. По 100 тысяч рублей каждый. В общей сложности 400 тысяч на двоих. Средняя зарплата в 41 году, когда их наградили впервые, официально составляла 350 рублей в месяц. Раневская пошутила. Моль не может съесть туалеты, висящие в шкафах у Любочки. Просто потому, что моли негде там поместиться. С Раневской Орлова дружила и никогда на нее не обижалась. Ей вообще удавалось сохранить ровные отношения со всеми. Утесов буквально проклял их с Александровым, когда сталинскую премию за веселых ребят дали всем, кроме него. А Орлова за всю жизнь слова плохого об Утесове не сказала. Она была дипломатом. Перед Николаем Черкасовым встала на колени, чтобы тот согласился сыграть в весне. Зато добилась своего. Говорили, что маска ее доброжелательности срослась с кожей. Но зато Орлова, в отличие от многих, могла протянуть руку врагу народа. Или броситься в объятия вдове директора Мосфильма, отсидевшей 15 лет в лагерях, в то время как вся киностудия от нее шарахалась. Одной из коллег по театру него совету Любовь Петровна была актриса Этель Ковенская, красавица. Она играла во многих спектаклях шекспировского репертура и дружила с Орловой. Настают 70-е годы, и актриса решает эмигрировать в Израиль. Скандал в театре. Над ней устраивают обсуждения в театре. Это очень стыдно, неправильно. Любовь Петровна Орлова встречает свою коллегу в коридоре театра него совета. Говорит, «Эточка, я слышала, вы собираетесь покинуть нашу родину. Какой ужас!» Обнимают ее и на ушках говорят, «Как я рада за вас!» То есть я не вполне уверен, что Любовь Петровна была счастлива тем, что она была советской звездой. Впервые на сцену театра Орлова вышла в 53 года. Это был скорее шаг отчаяния. После фильма «Весна звездных ролей» в кино она не играла. Александров то ли устал, то ли не чувствовал нового времени, в котором появилось много молодых, талантливых режиссеров. Но сниматься у других Орлова и не умела, и не хотела. На сцене ей было трудно. В Театре Моссовета играло много первоклассных актеров. А ей, артистке кино, было тяжело импровизировать, когда что-то шло не так. Она терялась. Однако зрители все равно шли на Орлову, и достать билет было невозможно. А когда 60-летняя актриса произносила свою коронную фразу в роли странной миссис Сэвидж, зал ревел от восторга. И мне никогда не будет больше 39 лет ни на один день. Понятие возраста для нее было смехи подобное. Есть сцена, когда она сидит, и я к ней бросаюсь лицо в лицо, вот так буквально. Я ее вижу просто как будто под микроскопом. Я на нее смотрю, думаю, ой, она моложе меня выглядит. Она лучше меня выглядит вообще. Что-то невероятное было. И тут же обращаю внимание на руки. Руки выдавали. Но она часто была в перчатках. А лицо просто потрясающее. Много копий сломали исследователи, пытаясь ответить на вопрос, прибегала ли Орлова к услугам пластической хирургии. Адвокат Добровинский, исследовавший архив Орлова и Александрова, не нашел ни одного подтверждения. Но профессиональный пластический хирург даже по фотокарточке способен определить, было ли подвергнуто лицо операции. Судя по фотографиям, можно сказать, что была проведена блефоропластика верхних век, вот такой закругленный, закругленная верхняя века. Ну и по лицу можно сказать, что вот здесь вот есть такие характерные втяжения кожи, углу рта. Они, знаете, как дают такую, как бы натяжку резинкой. Это тоже говорит о том, что была проведена пластическая операция. В 1960 году Орлова и Александров предпринимают еще одну попытку вернуть былую славу. Но фильм «Русский сувенир» приносит разочарование и зрителям, и самой актрисе. Через 13 лет Орлова уговаривает Александрова попробовать еще раз. Ей 70. Он пытается ее отговорить, но тщетно. Он подчинялся ей, но она заставляла его на себя работать. Я знал даже одну актрису, которая играла ее руки. Руки были очень старческие. Все крупные планы в этом фильме играла другая молоденькая актриса. И она также ее всегда играла со спины. Лицо Орловой, а спина, сзади же все-таки должны быть молоденькие руки, другой актрисы. Но никакие уловки не спасли Скворца и Леру от позорного провала. На широкий экран фильм так и не вышел. Кто-то говорил, что это была просьба самой Орловой. Другие утверждали, что картину не приняло Госкино из-за низкого художественного уровня. После провальной премьеры Орлова уже не видели в публичных местах. И никто, кроме Александрова и других близких родственников не знал, что у нее был рак. Она и сама не знала. От нее это скрывали. В январе 75-го в седьмом часу утра на даче зазвонил телефон. Александров поднял трубку. Звонила Любочка из больницы. Странным голосом она произнесла. Гриша, что же вы не приезжаете? Приезжайте, я жду. Так говорят, прощаясь навсегда. Когда Григорий Васильевич вошел в больничную палату, Любовь Петровна открыла глаза. Как вы долго. И больше не произнесла ни слова. Позже в интервью Александров скажет, что это был ее единственный упрек за всю жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok